Сотрудники правопорядка патрулируют Десногорск независимо от погодных условий и эпидемиологической ситуации. Ведь на их плечах лежит крайне ответственная задача – правопорядок в городе Атомщиков. Заступая на охрану общественного порядка по городу Десногорск, основная задача – выявление несовершеннолетних, которые распивают спиртные напитки, это также проводит антиобщественный образ жизни. В условиях затянувшейся пандемии и хорошей погоды такая задача правоохранителей наиболее актуальна. Устав от самоизоляции, подростки перемещаются на улицу. Но дружеские посиделки нередко проходят, в том числе и с горячительными напитками. Итогом чего становится порча городского имущества. Вот с этого района поступает наибольшее количество жалоб и сообщений граждан. Кто рисует, вот как вы видите здесь на стенах, надписи нецензурные. Днём безлюдный двор второго микрорайона вечером становится местом незатейливого досуга молодёжи. Тогда же полиция проводит здесь свои очередные рейды. В основном это подростки, да, которые остаётся без присмотра родителей в вечернее время, находят баллончики с краской и обрисовывают. Меккой для тусовок традиционно остаётся и городская набережная, которая также регулярно патрулируется полицией. Нередко в вечернее и в ночное время здесь импровизированный бар под открытым небом. За это грозит штраф. Взрослым 500 рублей. Подросткам направление материалов на комиссию по делам несовершеннолетних. В конфликтных ситуациях пока, я бы так сказал, не было. Все соглашаются, все подписывают и административные материалы. То есть люди понимают, что если нарушили, то должны за это отвечать и нести какую-то административную ответственность. Но важнее помнить то, что отдых на территории города не означает порчу его имущества. Олег Соловьёв, Владислав Полоскин, Десна-ТВ.